В Славянском районе 14 сельских и одно городское поселение. И в каждом населенном пункте, будь то большая станица или отдаленный хутор, есть проблемы, которые требуют решения. Для того, чтобы знать, какие вопросы беспокоят жителей и какая помощь им нужна, глава района регулярно проводит сходы граждан. С какими проблемами обратились к Роману Синеговскому жители хутора Черный Ерик и что уже сделано в этом населенном пункте по итогам прошлого схода, смотрите в первом материале выпуска. Одним из приоритетных направлений своей работы глава района Роман Синеговский считает прямое общение с жителями. Только так, побывав непосредственно в населенном пункте, поговорив с людьми, обсудив существующие проблемы, можно увидеть реальное состояние дел, наметить пути решения острых вопросов. Мы общаемся с нашими жителями для того, чтобы понимать, какие чайные, какие проблемы вас интересуют, для того, чтобы где-то координировать свою работу. В начале своего выступления Роман Синеговский доложил о состоянии дел в районе, о том, что уже сделано и планах на текущий год. Особое внимание было уделено проблемным вопросам, которые уже решаются на территории Черноярковского сельского поселения. Что касается Черноярковского поселения, в плане помощи хотел бы сказать, что вот ЖКХ, которая всю жизнь убыточная была, районная администрация ежегодно оказывает помощь, и вот мы наметили уже планы, чтобы выйти на безубыточную работу. Сколько мне известно, была проблема в школе с полом, вот рядом с нашей, да, значит, эту проблему мы тоже, значит, полет ремонтировали. Ну и в целом, уважаемые жители, на сегодняшний день прописываем муниципальную программу для того, чтобы ремонтировать наши дома культуры. Глава поселения Николай Друзяк доложил землякам об основных статьях расходов поселинческого бюджета, где львиная доля идет на социальную сферу, благоустройство и ремонт дорог. Мы стараемся всегда заранее делать проектно-смертные документации и входить в различные программы краевые по софинансированию. В частности, по дорогам, которые в прошлом, думаю, сделали у вас по просьбе, и она давно это спросилась, да, по столканкам, вот она у нас вышла почти около 5 миллионов по краевой программе. 90% заплатил край, 10% с нашего бюджета. Кажись, 10% почти тоже миллионов. И у нас уже не стало поселение, нет ни грунтовой дороги. Тоже в прошлом году сделали станицы улицы Чапаева, соединили с улицей Суворова на выход за долгой, почти 3 километра, тоже, наверное, 5 миллионов. В этом году поселение также планирует вступить в краевую программу. Полученные средства будут направлены на ремонт улицы Победы в хуторе Черный Ерик и тротуаров поселения. С жителями Черного Ерика Роман Сенеговский встречается не в первый раз. На прошлом сходе к нему поступил ряд вопросов, о выполнении которых он начитался перед жителями. Просьба о комплектовать детскую площадку по улице Мира, добавить качели. Вот как мне доложили, выполнено. В июне 2019 года. Выполнено? Выполнено. Добробаба Павел Иванович. В автолавке ИП Маргуновой в хуторе-станке не хватает продуктов жителям, живущим отдаленно от центра. В управлении по второму и защите прав потребителей 19 июня 2017 года проведена встреча с предпринимателем. В результате обращения Маргуновой рекомендовано расширить ассортимент и увеличить объем реализуемых продуктов питания в соответствии с пожеланиями жителей. Как доложили, выполнено. Не нуждаетесь? Возьмите. Возьмите. Возьмите, да? Возьмите. Возьмите. Вопросы, поступившие на прошлом сходе, решены. Но жизнь продолжается, ставя новые задачи перед властью и населением. Многих хуторян интересовали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания. Я увидела сообщение, что у нас в больнице установили МРТ. Вопрос такой, как туда попасть, на каких основаниях и по какой стоимости. Потому что там оград, нереально высокие цены. Первое, МРТ. Второе, рентген Петровской. Уже долгое время не работает. Рентгеновский снимок сама лично. Не могу сделать. По МРТ, направление на МРТ должен, давай, кто-то лечит и понимает, что сами пациенты у нас себя не направляют на МРТ. Это сложные исследования, которые только по показаниям замечаются. Что касается рентгенаппарата, то он три недели назад сломался. Сразу же приступили к замене вышедших из строя деталей. И в ближайшие дни рентген заработает в обычном режиме. Плод питания вышел, его заказали, приобрели, настройщик приехал, поставил, ну, три дня назад приезжал, поставил, какое-то запчасть это же было. Был один работает за из края, этот настройщик. Завтра уезжает, его донастраивает и с завтрашнего дня после беда аппарата уже начнёт. Ещё одна проблема, которую обозначили хуторяне – состояние канала терноватой. Необходима его чистка. Этот вопрос будет решаться совместно с главой поселения. Также по просьбе жителей во дворе школы будет установлена тренажёрная площадка. Она станет хорошим дополнением к детской, которую установили прошлым летом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».